Привет всем друзья! В прошлый раз мы разобрали с вами самые непопулярные районы города покупателей. Много было откликов по этому поводу. Каждый свой район любит, поэтому без обид. Мы говорили исходя из покупательской способности. Сегодня разберусь с вами самые популярные районы города Бреста. Тоже по покупательской способности. В втором месте это Восток. Самый, наверное, большой район города Бреста из спальни. Нет вопросов с транспортом. В любую точку города Бреста вы доедете. Много магазинов, гипермаркетов, обычных магазинов и варечков у дома. Огромное количество школ, гимназий, лицей. Большое количество детских садов. С этим проблем нет. Густо населенный район города. Это и плюс, и минус. К минусам мы отнесем людей, так сказать, выпивающих и так далее. Их видно, потому что район большой. Чем район больше, тем больше виднее. Но это не означает, что их нет в других районах. За период августа-октябрь продано 90 объектов недвижимости. Цифра может быть с погрешностью. И поэтому он уверенно занимает второе место. После Востока у нас идет район Ковалева. Тоже большой район города. Не такой огромный, как Восток. Но тоже довольно немаленький спальник. Вся инфраструктура под боком. Дома в основном, как и на Востоке, в 80-е и 90-е годах. В большинстве своем панели. Транспорта много, но есть нюансы по его расписанию, движению. Ну, по крайней мере, я слышал об этом. Даже от своих коллег, которые там живут. Большим плюсом является и есть пляж. Сам Грибной канал, который там есть. И где можно позаниматься спортом и всего остального. Также застройка есть Малиновка. И новые застройки, которые будут там застраиваться. В сделках за этот же период продано 45 сделок. У нас он получает третье место. После Ковалевки идет Вулька. Он меньше района города, чем Восток и Ковалевка. Но новее дома по сравнению с ними. И есть более еще свежая отстойка. Сейчас складывается впечатление, что новый район Юго-Запуск постепенно впитывает в себя Вульку. Либо же наоборот. Многие называют сейчас и старая Вулька, новая Вулька. Говорим о старой. Дома свежее. Преимущество панельки от 90-х годов. Небольшой район. Есть моменты с транспортом и так далее. Также есть моменты с поликлиникой. Я знаю, что есть там вопрос. Школа достаточно, по моему мнению, для этого райончика нормально. Магазины у дома, точки торговли и так далее. Алкаши также присутствуют. Как и на всех районах. Занимает четвертое место с количеством 27 продаж. Район Юго-Запад. Новая улица. Варшава и так далее. Много названий люди дают этому новому району. Плюс то, что дома от 2008-х годов и до сегодняшнего дня и будут строить дальше. Минусы инфраструктуры. Пока что ее, как по мне, там толком нет. В любом случае ситуация, как мне кажется, поменяется. Будут строиться сады, школы, медучреждения. Сейчас там с этим есть вопрос, пользующиеся спросом района. Но за счет того, что дома новые, люди тут недавно туда заехали, продаются они поменьше. Сделать там прошло в районе 24. Что касается социальных алиментов, присутствуют. Но их так сильно там не видно, потому что еще, в принципе, свежий район. И первое место у нас занимает центр города. Объектов продано 148. Любить или не любить жить в центре – дело лично каждого. Но то, что квартира в центре и квартира, например, на востоке с одинаковыми параметрами, будет сдаваться дороже в центре – это 100%. Старые постройки домов в основном, здесь в большинстве малые площади, квартиры. Если мы берем старые, как объективно, для меня дорогие центры. Как будто это не центр Бреста, а центр мира. Есть и новостройки, но на них ценообразование от собственников вообще непонятное. Мое мнение, центр города переоценен. Но живу я и работаю в рынке, поэтому есть как есть. Алкаши присутствуют. Это был мой топ лучших районов по продажам, скажем так, города Бреста. Какой ваш? Пишите в комментариях.